Итак, прежде чем мы начнем вновь погружаться в исследование нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни ветхого человека, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4 стихи 22-24. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, для выполнения этой судьбоносной и повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола отложить, обновиться и облечься. Однако, как мы говорили, несмотря на имеющуюся последовательность повелевающих глаголов, в данном повелении не написано, каким способом и какие средства необходимо задействовать, чтобы отложить прежний образ жизни, затем, как обновиться духом своего ума, и, наконец, каким образом, какие средства необходимо задействовать, чтобы начать процесс обличения в нового человека. Что такое новый человек? Как в него обликаться? Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое даровано нам в формате залога, или же мы утратим его, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. При этом мы отметили, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, это наш внутренний или сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божия, который по своей природе уже изначально является праведным, святым, нетленным и бессмертным, в силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. Таким образом, наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени, а посему не зависит от времени и господствует над временем, так как смотрит на невидимое, живет невидимым и устремляется в невидимое, в силу чего называет несуществующее во времени наследие Христова как существующее, то есть исповедует своими устами сокровища веры, написанное на скрижалях своего сердца, в предмете наследия нетленного, чистого и неувидаемого. А посему право облекаться в полномочия своего нового человека – это право господствовать над временем. И это право связано с выбором человека, исполнять заповедь, которая предписывает, в какое время и посредством каких истин следует облекать себя в нового человека или же не исполнять. И Кресиаста 8, 5, 7 говорится, «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого, то есть соблюдающего заповедь, знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает». То есть он не знает, что такое заповедь, как ее соблюдать. Он не знает, что будет и как будет. И кто скажет ему, он же не признает, кроме своей головы, никого над собою. Он считает, что его интеллект – это законченная инстанция. Его интеллект – это его апостол и его Бог. Исходя из этого и других мест Писания следует, что без господства над временем, выраженного в соблюдении заповеди, содержащей в себе уразумение времени и устава, невозможно будет облекаться в одежде правды, чтобы вершить совершенное правосудие Бога. И при исследовании природных свойств нового человека мы решили рассмотреть процесс обличения самого себя в полномочия нового человека с семи сторон или же в семи достоинствах, хотя их и гораздо больше. Итак, новый человек – это человек, облеченный в риза спасения, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый, принявший представительную силу Яхве Саваофа. При рассматривании имеющихся достоинств мы сделали ударение на том, что все эти достоинства содержатся друг в друге, находят себя друг в друге, исходят друг из друга, поддерживают друг друга и служат подтверждением истинности друг для друга. В книге пророка Исаии 61 главой мы обнаружили сразу четыре достоинства, следующее одно за другим. Стихи 10, 11. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо Он облег меня в ризы спасения, раз, одежду и правду одел меня, два, как на жениха возложил венец, три, и как невесту украсил убранством, четыре. Ибо как земля производит растения свои, как сад, произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». То есть практически эти достоинства, которые мы будем рассматривать, это плод нашего духа, в который нам необходимо будет облечься. Поэтому сочетание в одном человеке этих достоинств и регалий власти и особенно сочетание венца жениха и убранства невесты действительно превосходят возможности человеческого разумения. Он никак не может сопоставить в одном лице функции мужского пола и женского. Однако, я думаю, вам это уже доступно. Далее, в пророческом изречении имеющиеся достоинства взращены Богом в сердце человека точно так же, как земля производит растения свои, как сад, произвращает посеянное в нем. В-третьих, радость о Господе в данном пророчестве является как одна из характеристик и составляющих плод духа, которая призвана обуславливать Царство Небесное в добром сердце человека. И такой плод радости в сердце человека является результатом славной жатвы, обуславливающим в его сердце Царство Небесное, пришедшее в силе, которое ранее в посеве нетленного семени селось в сердце этого же человека со слезами. Как написано в Псалом 125, 5, 6. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Есть разница, когда сеется Царство Божие в семени и когда оно взращенное приходит в своей силе. А посему обличение в нового человека это, по сути дела, обличение воскресения Христова в предмете приносимого нами Богу плода духа, который призван обуславливать в нашем сердце силу и порядок взращенного в нас и пребывающего в нас Царства Небесного в праведности, мире и радости во Святом Духе. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения, и остановились на исследовании одежд правды, а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды, которые облекают нас полномочиями быть вершителями судов Божиих. В связи с этим мы уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия. Это обличение в искупление, содержащиеся в соблюдении песок Господа по уставу, установленному Богом. Когда израильтяне впервые приступили к этому процессу, произошел суд Божий, и все первенцы Египта были уничтожены. Я прочитаю это место совершенно в другой интерпретации Евангелия Иоанна 6, 53-58. Иисус же сказал ученикам, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Речь идет об учении о крови Христовой и Креста Христова, а не только об опреснока и вине. Потому что если человек не понимает и не осознает учение истины, что или как определяется, что он несет в себе, какое назначение имеет суть крови Христа Христова, как она применяется, и как применяется Крест Христов, он никогда не будет достойно принимать вечерю и достойно вкушать Агнца Песах. Едущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье. Едущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Как послал Меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши Елеману и умерли, едущий хлеб сей, жить будет вовек. Он имел в виду самого себя, его учения. Мы отметили, что главная суть в достойном вкушении Песах состоит в познании и учении, содержащегося в истине крови Христовой и в истине Креста Христова, которые через наставления в вере призваны открыть нам свободный доступ к наследию нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся во Христе Иисусе для нас. Если человек через наставление в вере не будет научен этим двум фундаментальным дисциплинам или истинам, которые являются корневой системой учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то у него не будет никакой возможности достойно участвовать в Вечере Господней. Мы пришли к выводу, что каждая деталь ежегодного прознавания Песах в достойном вкушении Агнца указывает на окончательное освобождение от рабства, греха и смерти при жизни в теле, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которые, благодаря достойному вкушению Агнца Песах, в свое время облекутся в нетление и в бессмертие. В уставе Песах достойное вкушение Агнца состояло как в требованиях особого рода одеяния и одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного вкушения самого Агнца. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения произнесенного уже над ним приговора смерти, возмездия за грех, смерть. И напротив, соблюдение устава Песах в достойном вкушении Агнца Песах отменяло приговор смерти и делало человека причастником к производству суда Божьего над первенцами Египта. Исход 12.12.14. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». То есть, если я не произведу такого суда, то я и не Господь. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Итак, из имеющегося постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. А наша зависимость от чего-либо или от кого-либо, насколько нам известно, определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. Первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. А посему, если мы не будем вершить правосудие Божие в осуждении своей души на смерть, в достойном соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом, мы никогда не сможем состояться потомками веры Авраамовой, соделанного Богом, отцом для всех верующих. А, следовательно, никогда не сможем и облечься в одежде правды в лице своего нового и сокровенного человека. Авраам, поставленный Богом и талоном веры, принял обетование Божие в семени благовествуемого ему Слова, в силу чего стал называть несуществующее как существующее, и таким способом взрастил это семя в плод радости в лице рожденного им Исаака. И чтобы нетленные сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, Писание вменило нам в необходимость выполнять десять условий, а вернее, пребывать в этих десяти условиях, а именно, это выбор и отделение Агнца Песах, удаление всякой захвастки из своего дома, помазание кровью Агнца Песах перекладины и косяков дверей, испечь всего Агнца Песах на огне, припаяться от самого себя поясом, обуть свои ноги в обувь, иметь в руках своих посох, есть всего Агнца целиком. Разумеется, это все образные вещи. Есть Агнца Песах с пресными хлебами и горькими травами, и есть Агнца Песах с поспешностью. На предыдущих служениях мы с вами уже рассмотрели девять условий и остановились на рассматривании заключительного и триумфального условия, в котором искупление Божие в человеке призвано было восторжествовать над смертью и грехом. Это необходимость вкушать Песах Господа с поспешностью. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваши на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Песах Господа. Исход 12.11. Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводился в Писании как некий незыблемый и неизменный закон. И именно этот элемент был задействован в вышествии из Египта. И именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения, могущего служить знаком обрезания нашего сердца и нашего уха. Не ешь с нею квасного семь дней, ешь с нею опресноких, либо бедствия. И вот из поспешности вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и шествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Второзаконие 16.3. Дабы ты помнил. Память поспешного и шествия земли египетского имеет поистине судьбоносное значение от наличия или отсутствия которой действительно будет зависеть, реализуем мы наше спасение или же мы утратим его. Слово поспешность помимо его прямого назначения в измерении времени спешить, торопиться и не опоздать на иврите в измерении духа включает в себя совершенно иные значения, связанные с запечатлением в нашей памяти искупление от смерти, а именно поспешить означает взять на себя иго Христова, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика, то есть в достоинство ученика, облечься в оружие света в полномочиях учения Христова или же укрепляться всякую силу и по могуществу славы Божией, обновлять свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, внимать Слову Божию со страхом и трепетом, стоять на страже неповреждения Слова Божия в своем сердце, чтобы никакая мятежная мысль не повредила того Слова, которое мы уже приняли. Как только мы допустим эту мятежную мысль, и она повредит хотя бы один, одну дисциплину, одну истину в нашем сердце, мы долго здесь не задержимся. мы будем выброшены отсюда, потому что ангелы сейчас задействованы, они очищают церковь. Мы находимся на пороге восхищения. Мир уже приготовлен Богом для этого. События в политике, в природе, в церкви красноречиво говорят об этом. мы с вами являемся поколением, в котором будет восхищена церковь. Итак, учитывая, что вкушение Песах это гарантии Нового Завета, который символически заключен в число 8, так как человек обрезался восьмой день, то, включая эти смысловые значения, мы решили рассмотреть 8 признаков, в которых содержится смысл поспешности, хотя их и гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели 6 признаков, определяющих поспешность при достойном вкушении Песах и остановились на рассматривании седьмого признака поспешности, который служит памятью как для нас, так и для Бога. Это укрепляться всякою силою по могуществу славы Божией во всяком терпении с великодушием и радостью. Колоссянам 1 глава стих 11 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушием и радостью. Мы отметили, что если мы просто прочитали и думаем, что этого достаточно, то это просто лозунг. Если мы не знакомы, что это за сила, здесь говорится о множестве сил и не можем дать определение хотя бы одной из них, то мы не сможем с ними соработать и не сможем находиться во всяком терпении и великодушием с радостью, потому что в Писании всякая сила Божия, которой мы признаем укрепляться, при вкушении Агнца Песах с поспешностью обусловлено в неисчислимой многозначности возможностей Бога. Множественные силы Бога определяются множественными возможностями Бога, которые содержатся и явлены в Его делах, которые демонстрируют могущество Его славы. На иврите сила, я вновь повторю, и мне всегда это доставляет особое удовольствие, и я всегда назидаюсь и размышляю над этими значениями, что есть сила Божия или же множественные силы Бога. На иврите это мощь, это крепость, могущество, право, это власть, держава, знамение, это завет, это свет, знак, это указание, это атрибуты царской власти, это всеоружие Божие, это небесное воинство, это стихия вселенной, это множество милостей и щедрот Божиих, это множество величий и великолепий Божиих, множество могущества и крепостей, способность или возможность творить суд и правду, способность распространяться и расширяться, это чудо, это чудо творения и это диво, это тайна. Таким образом, только при соработе с конкретными и понятными для нас силами Бога, которым мы могли бы дать место действовать в нас и через нас, мы сможем иметь доказательство того, что мы вкушаем песок Господа с поспешностью, дающие нам возможность противостоять коварным амбициям нашего собственного Египта. И для этой цели мы решили исследовать, что следует разумеет под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе Его славы. Потому что, не разумея сути множественных сил Бога, пребывание во всяком терпении и великодушии с радостью, которые сами по себе также являются силами Бога, становятся не только бессмысленным, нерациональным, но и невозможным. Итак, рассматривая вопрос первый, что следует разумеет под всякими силами Бога, содержащимися в могуществе Его славы или в возможностях Его, мы пришли к выводу, что многозначность и многофункциональность сил Божьих определяется неизмеримыми и неисчислимыми возможностями Бога, явленными в многоразличных делах Бога через Слово, исходящее из Его уст. Таким образом, все множественные силы Бога определяются Словом Божьим, исходящим из уст Божьих, или же Словом Веры, исходящим от Святого Человека, когда Он исповедует Слово Веры. Это есть множественная сила. Любое Слово Веры, исповедуемое, является силой. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Псалом 65, 3. В определенном формате мы уже рассмотрели некоторые определения, которые обуславливают природу и характер конкретных сил Божьих, в делах Божьих, производимых Словом Божиим в нас и через нас, при условии нашего познания этих сил и нашего сотрудничества с этими силами. Потому что каждое слово имеет свое определение, свое значение, свой вес, свой вкус, свой запах. Мы остановились на следующем определении силы Господней, которая призвана определять память, поспешность и превкушение Песах и проявляться в сердце и через сердце искупленного Богом человека во множестве милости и щедрот Божиих. Псалом 5, 4, 8. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Мы отметили, что посредством множественных сил Бога, явленных во множестве Его милости, войти в дом Божий, чтобы это сделать, необходимо, чтобы наше сердце обрело право не только на владение и сработу с этими силами, но и на право пребывать в этих силах. А правом на владение и на пребывание в этих силах, представленных во множестве Его милости, является страх Господень, который, по сути дела, как мы знаем, является премудростью Бога, пребывающей в нашем сердце в формате Ума Христова, которым мы обновили наше мышление или которым следует обновлять свое мышление, потому что Дух Человека не сможет проявить себя никоим образом через наше тело, которое является орудием праведности, если наш разум не будет обновлен. И здесь говорится, что страх в достоинстве военачальника призван задействовать и вести все эти множественные силы за собою, чтобы изгладить пред лицом Бога беззаконие наши и облечь нас в Его непорочную радость. Наша беда и беда всей церкви в том, что все язвы египетские являются сегодня на нас. Они поражают нас точно так же, как и египтян, потому что наши грехи не изглажены, они находятся пред лицом Бога. Мы говорим, что они изглажены, но они не изглажены, потому что для того, чтобы они были изглажены, нужен определенный устав, определенное требование, которое мы должны знать и исполнять. А мы их не знаем и не исполняем, мы только говорим, я беру верою, а что беру, совершенно непонятно. Ты не можешь брать верою то, чего ты не понимаешь. Ты не можешь брать верою то, что ты не выполнил. Человек не сделал ничего, а говорит, я беру. Ты выполнил требование, сперва выполни требование, а он не знает, что это за требование. Поэтому мы отметили, чтобы сработать со множественными милостями Бога, которые являются Его силами, облекающими нас в полномочии творить правосудие Божие, можно только в границах истины и правды. То есть силы Божии в этих милостях могут проявляться только в границах истины. Что на практике означает, всякий раз, когда нам предстоит чтить субботу в предмете нашего участия в богослужении своего собрания, членами которого мы являемся, «приготавливать почву своего сердца к принятию семени благовествуемого Слова о Царстве Небесном». Вот только тогда начнется соработа нашего разума с разумом Божиим. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31.6. «О мудрое сердце – это сердце, которое приготовляет себя к служению не для того, чтобы жертву приносить, а для того, чтобы слушать, что скажет Бог. Жертва там есть, но она второстепенная, она не главная для Бога. Главное для того, чтобы человек приготовил сердце свое к слышанию Бога. И там он услышит, как приносить жертву, потому что он ее все время неправильно приносит, он все время неправильно молится, Он все время делает неверные, ложные исповедания. Он исповедует то, чего нет в сердце, но то, что есть в Писании. А это преступление. Это преступление, когда человек исповедует то, что есть в Писании, но нет в его сердце. Он должен вначале перенести это Писание в свое сердце и исповедовать уже веру сердца. И не говорить, я исповедую, там написано. Когда ты начнешь исповедовать, ты скажешь, я исповедую веру моего сердца. Это лежит в моем сердце, это запечатлено у меня, это является моим по праву. Точно так, когда женщина зачинает и носит во чреве, она имеет уже во чреве. Иногда этого еще окружающие не видят, но она может смело говорить, я имею. Потому что она знает, что у нее есть. Никто этого не знает. Точно так, когда человек имеет в себе Слово Божие, это так же, как вы имеете плод. Если вы приняли семя, и это семя не оплодотворено, то это тоже горе нам. Но если мы принимаем семя, и оно оплодотворяет яйцеклетку нашего сердца, и начинается развитие плода Царства Небесного в нас, или развитие какого-то обетования Божьего, оно начинает расти. И, конечно же, когда мы его принимаем, это ночь, это тьма, это скорби, это страдания, сеется в слезах. Но мы-то приняли, и оно начинает развиваться. И каждая женщина знает, когда она забеременела, потому что обыкновенное прекращается. Начинается новый процесс в организме. Так и в теле святого духовного человека происходят вот эти вещи. И Бог не будет вкладывать свое семя в глупое сердце, которое себя не приготовило. Поэтому человек, который не приготовил себя, он сидит и говорит, а я ничего не понимаю, о чем они там говорят. Конечно, не поймешь. Ты же пришел сюда непонятно зачем. Ты пришел слушать Бога, ты приготовил сердце, или же ты пришел религиозную потребность удовлетворить. Ты что, в клуб пришел? Ты что, не знаешь, кто такой Бог? Бог – это огонь поедающий. Я вчера просто решил посмотреть, что же идет на христианском телевидении. Пробежался по всем русским каналам и был потрясен. Все проповедники говорили о евангелизации. Потом нашел двух американских проповедников и остановился на одном. Что такое? Он стоит за кафедрой, два стула стоят, и на двух стулах два громадные большие плюшевые мишки. Ростом с него. Думаешь, что, зачем они там? Людей много, тысячи три людей, зал громаднейший. Он спокойненько так ходит и подходит, обнимет этого мишку. Вот мы все знаем, говорит, что любовь Божия, можно прийти к ней, она милосердна. Я тоже хотел бы, я в это верю, что она милосердна. Мы можем прийти к ней и обнять ее. Вот так, и хорошо так все. И мы говорим, Бог нас принимает такими, какие мы есть, и мы обнимаем. А потом говорит, а вы знаете, что Бог огонь поедающий? И что его любовь избирательная? И что вы не сможете его обнять так, как вы хотите, на своих условиях. Потому что вы неправильно представляете себе Бога. Вы неправильно его нарисовали себе. И поэтому на вас горит гнев Божий за то, что вы сделали из Бога вот этого плюшевого мишку. Он любит меня такая, какая я и есть. Он любит всех. И так далее. То есть, конечно, в такое сердце Бог не может вкладывать свое семя, свою мудрость. Поэтому в данном случае мудрым определяется то сердце, которое в границах правового поля истины и приготавливает себя к слышанию благовествуемого Слова о Царстве с тем, чтобы немедленно и неукоснительно выполнить его. А посему учение о милости в деле искупления может выражать себя только строго в границах правового поля истины, обусловленного учением Иисуса Христа, пришедшего в плоти, а не творчеством надуманных постулатов и установлений всяких псевдорелигиозных образований, а также выбросов нашего собственного интеллекта, не имеющего никаких прав и возможностей постигать милость и истину в трансцендентности Слова Божия. Наличие границ правового поля истины и правды в нашем сердце дает Богу возможность являть в нашем сердце множество своих милостей, которые являются его силами. Если мы не приготовим наше сердце повиноваться слушанию возвещаемой милости, в границах правового поля истины у нас не будет никакой возможности обратить на себя благоволение Бога. Истина – это порядок Божий. Выражены в 12 учениях Иисуса Христа, пришедшего в оплоти. Чтобы мы поняли, что такое истина. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия» Римлянам 10, 16, 17. То есть, не все послушались. Оказывается, сработа нашей веры с верой Божией заключается в том, Бог говорит, а мы исполняем. Но чтобы мы могли исполнять, мы же должны Его слышать. А очень много детей Божиих не слышат. Они слышат только самого себя. Средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божиих, является молитва или поклонение. Так как молитва – это не что иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Одна из таких молитв Давида, записанная в 142-й песне, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь его милости, пребывающей в его сердце, в границах правового поля истины и правды, как раз и явилась предметом нашего последующего исследования. Давайте заново восклисим ее в нашем разуме. Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Итак, чтобы быть услышанным Богом Давиду, необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога доказательством или достаточным аргументом для вмешательства в жизнь Давида Божьей милости и истины. И такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря «Услышь меня». Пусть эти 10 аргументов станут и нашими аргументами, когда мы будем молиться, чтобы мы могли приводить доказательства Богу, а почему Он меня должен услышать? На каком основании? Он говорит «Услышь меня ради Твоей истинной правды». «Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих». «Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки». «Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю». «Услышь меня ради возношения души моей к Тебе». «Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю». «Услышь меня, потому что Ты мой Бог». «Услышь меня ради Твоего имени». «Услышь меня ради Твоей милости». «Услышь меня, потому что я раб Твой». На предыдущих служениях мы рассмотрели природу первого аргумента, который давал Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися врагами, страхами. И остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство того, что Давид пребывал в воспоминаниях дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. И это весьма важная составляющая, которая обуславливает границы истинной правды, в которых Давид пребывал и которую он приводил Богу, как некий аргумент, говоря, «Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел твоих, совершенных тобою в этих днях». А посему хранить в своем сердце воспоминания дней древних и всех дел Божьих, совершенных им в этих днях, это, по сути дела, хранить в своем сердце истинную правду, которая свидетельствует пред Богом о результатах великого дела искупления, дающего Богу возможность являть в нашем сердце множество своих милостей. Другими словами говоря, чтобы быть услышанным Богом, необходимо сохранять в своей памяти дела Божьи, которые он совершил в древних днях, в силу чего мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, кем или чем по своей сущности является память дел Божьих, запечатленных в древних днях? Какое назначение признано выполнять память дел Божьих, запечатленных в древних днях? Какую цену необходимо заплатить, чтобы овладеть или обладать памятью дел Божьих, запечатленных в древних днях? И какие результаты последуют от наличия в самом себе памяти дел Божьих, запечатленных в древних днях? Рассматривая первый вопрос, что или чем сама по себе является память, как по своей сущности, так и по своему определению, мы пришли к выводу, что память – это запас мыслей или кладезь образной информации и впечатлений, полученных из измерений физического мира, из измерений духовного мира, из измерения генетической линии, воспринятой нами в суетной жизни отцов. Исходя из Писания, именно память, содержащаяся в человеке, и определяет как суть самого человека, так и его суверенные границы. Каковы мысли в душе человека, таков и он, притча 23.7. Видите, какие образы мысленные находятся в нас? Вот такие мы пред Богом и являемся. Учитывая, что память – это информация, содержащаяся в формате мыслей, следует, что, сохраняя на скрижалях своего сердца и затем исповедуя пред Богом дела, совершенные им в древних днях, мы трансформируемся в образ нашего мышления. Каковы мысли таков и человек. Поэтому мы трансформируемся в образ нашего мышления, который обуславливает в нашем сердце дела Бога, совершенные им в древних днях. Что с нашей стороны выражается в праве, которое мы даем Богу на вмешательство в свою жизнь и его милости? Как написано, «Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Иона 2.8. Мы не можем вспомнить того, чего у нас нет, чего не записано. И будем помнить, что в силу наших возможностей, которые Бог заложил в нас в момент сотворения, мы не можем сохранять в своем сердце память дел Божиих, совершенных им в древних днях и одновременно взирать на дела человеческие. То, на что мы взираем, становится нашим естеством. Мы трансформируемся в то, на что мы смотрим. А посему сохраняя в своем сердце память дел Божиих, а сохранять это постоянно, образно взирать на них, рассматривать их, размышлять о них, мы сглаживаем как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от суетной жизни наших отцов. Иногда люди говорят, а как это сделать? Путем простого отречения «я отрекаюсь от суетной жизни, переданной от отцов». Оно не изглаживается. Оно только дает право на изглаживание, когда вы отреклись. А теперь, когда вы будете смотреть на невидимое, то вот это невидимое будет изглаживать суетную жизнь, в которую заложены наши болезни, наши поражения, наши страхи, наш позор и все наши греховные зависимости. А посему, сосредотачивая свой взор и свои мысли на делах человеческих, если мы это делаем, мы, напротив, изглаживаем память дел Божьих в своем сердце. И таким образом сами лишаем себя права на вечную жизнь и сами обрекаем себя на погибель в озере Огненном. «Сохранять в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, это выбор, роль и ответственность человека, а не Бога. Память человека сама по себе – это его крепость и оружие. И если лишить его памяти, он будет выглядеть, как разрушенный город. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними». Псалом 9, 7. «Память дел Божьих в сердце человека – это наследие Христова, и передается это наследие от одного праведного рода к другому праведному роду. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в рот и рот». Псалом 101, 13. «Память дел Божьих, запечатленная в сердце человека, является святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы. «Пойте Господу святы Его, славьте память святыни Его». Псалом 29, 5. «Исходя из многих изречений Писаний, все чудеса и дела, совершенные Богом в древних днях, могут являться памятными в нашем сердце, если будут записаны на скрижалях нашего сердца, как откровение того, кем для нас является Бог, и что сделал для нас Бог. «Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь». Псалом 11, 4. «При рассматривании вопроса второго, какое назначение в отношениях между Богом и искупленным им человеком, призвано выполнять память дел Божьих, призванных, произведенных им в древних днях, которая запечатлена на скрижалях нашего сердца, мы в определенном формате уже рассмотрели три составляющие, которые служат памятью пред Богом, и остановились на исследовании четвертой составляющей. Это судный наперстник. Это предмет, лежащий у сердца на груди первосвященника. Он отличался от других предметов, служащих памятью пред Богом, как по своему статусу, так и по своей чрезвычайности, потому что являлся не просто памятью, а постоянной памятью пред Богом. Практически, когда место поклонения в нашем сердце соответствует нормам и требованиям истины, выраженной в порядке божественной теократии, на которой Бог положил память своего имени, то для вхождения в присутствие Господня нам необходим будет элемент постоянной памяти пред Господом. Это наперстник судны, который мы должны носить постоянно у своего сердца для постоянной памяти пред Богом. А это означает, что это постановление относится непосредственно к сердцу человека. Разумеется, что материал, средства, размеры и устройства судного наперстника мы можем получить только одним путем, через наставление в вере. Но сделать и возложить его на свое сердце, это уже наша святая роль и наша ответственность пред Богом. А посему судно наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это образ формата постоянной молитвы. Постоянной молитвы. Причина, почему мы не можем получить многих вещей, у нас нет судного наперстника. Постоянная молитва. Мы молимся, а потом прекращаем и говорим, а, ничего не получается. Это может у кого-то получается, но не у меня. Ну сколько можно молиться? Ну сколько Авраам молился? До тех пор, пока не получил. До тех пор, пока не получил. А Дряхлел и Сара Адряхлела продолжали уповать и продолжали называть несуществующее существующим. Конечно же, я понимаю, что над ними смеялись, что считали, что не выжили из ума. Когда я называю несуществующее существующим, меня тоже считают человеком, выжившим из ума. Однако, это цена. Поэтому формат постоянной молитвы это постоянно напоминать и говорить, то есть, что является моим по праву, называть несуществующее существующим. Молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права даже называться молитвой. Только формат постоянной молитвы дает нам право входить в освятилище, как царям и священникам Бога, которые призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в двенадцати драгоценных камнях и двенадцати именах сынов Якова, написанных на этих камнях. Будьте постоянны в молитве «Бодрство с ней с благодарением». Колоссианам 4, 2. Видите, постоянство в молитве связано с бодрствованием, которое представлено в статусе судьбоносной заповеди, определяющей состояние и атмосферу нашего горящего светильника, то есть нашего духа. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого». Луки 21, 36. То есть без элемента постоянной молитвы мы станем жертвами будущих бедствий и не сможем предстать пред сына человеческого, когда он придет забирать своих от земли. Порядок устройства судного наперстника имеет последовательность то, когда и как следует делать, чтобы отвечать требованиям поклонников, которых ищет себе Бог. При нарушении последовательности в устройстве этого порядка судный наперстник обуславливающий состояние и природу поклонника не может называться судным наперстником. Иоанна 4, 23, 24. «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Итак, Отец все еще в поиске. Как только поиск Его закончится и Он наберет определенное число поклонников, Он немедленно скажет своему Сыну, «Сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать». И Он моментально придет сюда с теми святыми, которые воскресли, которые явились первым снопом, которые воскресли с Ним и вошли во Святый Град. И мы встретимся на облаках небесных не только со Христом, но с Аврамом, Исаком, Иаковом, Даниилом, Ильей, Исаием, Давидом и тех многих безымянных святых, которых мы узнаем. Мы узнаем Самсона, Девору, мы узнаем Марию, его мать, узнаем Марфу и Марию, потому что те, кто придут с Ним, те, которые тогда воскресли с Ним, они придут. Поэтому, чтобы поклоняться Отцу в Духе истине, необходимо быть истинным поклонником, как по состоянию своего сердца, выраженным в его мотивах, в которых человек говорит истину в сердце своем, так и по исповеданию этого состояния, которое обуславливает веру его сердца. Что на практике означает не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие, либо в силу своего невежества, либо в силу своего лицемерия и корости, либо в силу своей зависти. Итак, чтобы бодрствовать в молитве и таким образом отвечать требованиям состояния истинного поклонника, мы стали исследовать порядок устройства с работой, сделая его такой же работой, как и фото из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из скрученного весона сделая его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пятень длиною и в пятень шириною. Мы отметили, что в Септуагинте, то есть в переводе нашем судно-наперкник, называется «Знамение правосудия». Образ судного наперкника находит свое выражение в совести человека, очищенной от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, приезжающего в плоти. Потому что совесть может судить нас только на основании тех заповедей, которые мы внесли в наше сердце. Таким образом, именно совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленной на ее скрижалях истины и правды, будет обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. И именно таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Невежество в познании истины, выраженное в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не позволит человеку поклоняться в духе своей совести, не очищенной от мертвых дел. Потому что в его совести отсутствует истина в предмете судного наперстника, определяющая его право входить в присутствие Божие, чтобы представлять совершенную волю Небесного Отца. Насколько нам известно, священие Верхний Ефот это цельное тканное изделие с отверстием для головы, а посему и судный наперстник это цельное тканное изделие, четыреугольное, двойное, впядень длиной и впядень шириною, и золото, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и скрученного весона. Образ цельного тканного, четыреугольного, двойного изделия впядень длиной и впядень шириною это образ сердечного святилища, состоящего из двух отделений святое и святая святых. То есть обновленный разум это святилище, и святая святых это совесть, наш дух. На предыдущем служении, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы в определенном формате рассмотрели размеры и материал, из которого должен был устроиться судно наперстника, посему сразу обратимся к следующему требованию в устройстве судного наперстника на скрижалях своего сердца, который гласит, «И встав в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз изумруд» это один ряд, второй ряд карбонкул, сапфир и алмаз, третий ряд яхонт, агат и аметист, четвертый ряд хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть двенадцать по числу сынов израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени числа двенадцати колен. Драгоценные камни должны были вставляться в золотые гнезда, а посему необходимо было прежде, как и в случае с раменами, приготовить и воткать в судно-наперстник двенадцать золотых гнезд в четыре ряда, по три на каждый ряд. Таким образом, двенадцать золотых гнезд, вотканные в судно-наперстник, приготовленные для вставления в них двенадцати драгоценных камней, соответствующими размеру золотых гнезд, это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, написанный на скрижалях нашего сердца, который мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Иоанна 9, 39, 41. А двенадцать драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами Синопы, Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. На практике постоянная молитва, представляющая совершенные суды Бога, призвана происходить через исповедание нашими устами веры сердца, потому что наша вера определяется в послушании вере Божией, записанной на скрижалях нашего сердца. Расположение драгоценных камней на судном, на перстнике в четыре ряда, по три, хорошо просматривается, как в двенадцати основаниях стены Нового Иерусалима, так и в расположении двенадцати ворот по три, по каждой на четырех сторонах Нового Иерусалима. Но с одной разницей. На судном, на перстнике, на двенадцати драгоценных камнях имена двенадцати сынов Израилев вырезаны несколько в ином порядке, нежели в двенадцати основаниях стены Нового Иерусалима и на двенадцати воротах Нового Иерусалима. А посему судно-наперстник в двенадцати драгоценных камнях несет в себе несколько иные функции, иное назначение и иное содержание, нежели в двенадцати основаниях стены и в двенадцати воротах Нового Иерусалима. Далее следует учитывать, что двенадцать сыновей Иакова никакого отношения к закону Моисея его не имели и не могут иметь, потому что закон пришел позже, когда они уже перешли в вечность. Поэтому судно-наперстник – это полностью образ будущего поклонника Бога, не того поклонника, который поклонялся там, потому что тот поклонник, первосвященник мог один раз в году только приходить. А нам нужна постоянная молитва и постоянное общение с Богом. И мы с вами говорили, образно таким поклонником был некий человек по имени Давид, который носил с собой Ефот первосвященника вне храма и одевал его в любое нужное для него необходимое время, призывал Бога, и Бог отвечал ему через Урим и Томим, которые находились в судном наперстнике и составляли часть этого наперстника. Поэтому в расположении двенадцати драгоценных камней на судном наперстнике первосвященника они расположены снизу вверх, как растущее древо жизни в учении о Царстве Небесном, то есть из почвы нашего доброго сердца. Например, двенадцать оснований стены Нового Иерусалима, выполненные в достоинстве двенадцати драгоценных камней, призваны служить начальствующим основаниям нашего спасения, функции которых призваны приводить нас к совершенству. Если бы я была стена, или она была стена, тогда говорит прекраснейшая женщина, я стена и сосусь мне как башни, поэтому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Поэтому видите разные функции. Вот здесь двенадцать оснований стены представляют функции совершенства. А двенадцать ворот Нового Иерусалима, каждая в достоинстве одного цельного жемчуга, представляющие образ живой жертвы, призваны служить свидетельством нашего пребывания в напастях Христовых, функции которых призваны быть ключом, открывающим путь к дереву жизни, обуславливающим в нашем сердце Царство Небесного. А на судном, на перстнике двенадцати драгоценных камней, на скрижалях нашего сердца, призваны представлять нас как поклонников Бога, пребывающих в постоянной молитве, служащей постоянной памятью пред Богом. На практике постоянная молитва, изливающаяся из сердца человека, призвана представлять интересы совершенной воли Божией. Постоянная молитва – это выражение нашего упования на Бога, которое на скрижалях нашего сердца представлено в двенадцати драгоценных камнях с вырезанными на них двенадцатью именами патриархов и вставленных в золотые гнезда судного наперстника. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Евреям 10, 35. А посему двенадцать драгоценных камней на судном наперстнике применительно к нашей молитве – это свидетельство нашего упования на Бога, которое дает нам право и возможность познавать и пребывать в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Таким образом, если в нашем сердце не будет начертан Новый Иерусалим с наличием стены, состоящей из двенадцати драгоценных оснований и двенадцати ворот, состоящих из жемчуга, у нас не будет никакой возможности и выстроить с Богом отношения на уровне судного наперстника с двенадцатью драгоценными камнями и уримом и тумимом, наделяющих нас юридическим правом входить при лице Господня и представлять совершенную суды Бога. И чтобы лучше разуметь, каким образом устроение судного наперстника на скрижалях нашего сердца будет являться постоянной святыней и памятью пред Богом в предмете наших постоянных молитв, в которых мы получаем возможность призывать Бога, то имена сынов Израилевых, вырезанные на драгоценных камнях, как на печати на судном наперстнике, должны быть написаны на скрижалях нашего сердца в порядке их рождения. Потому что драгоценные камни, вставленные в золотые гнезда в судном наперстнике на скрижалях нашего сердца, будут свидетельствовать о нашем достоинстве и наших правах пред Богом. А имена сынов Израилю, вырезанные на 12 драгоценных камнях судного наперсника, призваны демонстрировать пред Богом наши свойства и функции, обусловленные постоянными молитвами, которые служат постоянной памятью пред Богом и дают Ему право постоянно действовать через нас на планете Земля. Итак, мы отметили, что, исходя из значения Еврита, 12 драгоценных камней на наперснике судном предположительно демонстрировали определенные имена Бога, с которыми призван был сотрудничать истинный поклонник Бога. А 12 имен сыновей Иакова демонстрировали свойства и функции, которыми был призван обладать поклонник. Итак, судно-наперсник – это предмет постоянной памяти пред Богом, определяющий истинного поклонника в ранге царственного священства и служащий эталоном поклонения в Духе истины и эталоном постоянной молитвы. То есть, я думаю, что вы все можете после собрания или, может, уже вам раздали, иметь вот эту диаграмму, на которой уже написаны непосредственно 12 принципов молитвы. Устройство судного наперсника содержит в себе тот же порядок, что и устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима, и устройство 12 жемчужных ворот, но только с иными функциями и иным назначением. И прежде чем мы непосредственно приступим к рассматриванию в себе 12 свойств поклонника, позволяющие нам поклоняться Богу в Духе истины, следует еще раз отметить, что точно так же, как все великолепие и порядок храма создавались только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это Золотой Ковчег Завета. Весь храм со всем его великолепием создавался для одного предмета – Золотой Ковчег Завета. Точно так же и ифот первосвященника с прикрепленным к нему судным наперсником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции Золотого Ковчега – это Урим и Тумим. Как Золотой Ковчег Завета, так и судны наперсник образно представляют или представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. В Ковчеге находилось здесь это словие. То есть Ковчег – это образ нашего сердца. Там находится Слово Божие. Урим и Тумим – это свет, совершенство, свет и право, или откровение и истина. Десятословие, положенное внутрь Ковчега Завета, являлось истиной. И эту истину в судном наперснике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой Ковчега Завета, в судном наперснике представлял Урим. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал совестью, очищенный от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина, в предмете Тумима. Тумим – это учение Иисуса Христа, пришедшего плоти, которое запечатлено на нашем сердце. В силу чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, который представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего плоти. Как мы и говорили, и вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы не сделали все, что я поверил Тебе. Если не будет откровения Тумима у нас внутри, то есть истины вот этой внутри, то никакого откровения и не придет на эти истины. Вначале надо заложить туда, и тогда Бог будет говорить над крышкой Ковчега, или же открывать. Итак, первым драгоценным камнем судного наперсника в нижнем ряду на скрижалях нашего сердца, которое обуславливало наше достоинство пред Богом, как его поклонников, через которых он постоянно мог проявлять и представлять свои интересы на планете Земля, служило постоянной памятью пред Богом достоинство Рубина. А именем, вырезанным на этом драгоценном камне, являлось имя Рувима, первенца Якова, который являлся крепостью и начатком его силы. Рувим – первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Бытие 49.3 Мы рассматриваем сейчас свойства поклонника, то есть каким я должен быть, чтобы Бог мог слушать меня. Натуральный Рубин – это бесспорный фаворит и самый дорогой драгоценный камень в мире. Рубин идеального качества будет стоить дороже бриллианта при таком же качестве и весе. Все потому, что в природе очень редко встречаются совершенные рубины еще и больших размеров. Наибольшая сумма, когда-либо уплаченная, была зафиксирована в 2006 году, 15 февраля. Знаменитый лондонский юлир Лоуренс Граф заплатил невероятную рекордную сумму – 425 тысяч фунтов стерлингов за один карат. 425 тысяч фунтов стерлингов. Этот камень был 8,62 карата, что в сумме составило 3,6 миллиона фунтов стерлингов. То есть, ну, 8 приблизительно с половиной каратов камень Рубин, то есть, вот, не так давно нашу бытность был куплен вот за такую рекордную цену, чтобы поняли, насколько Рубин ценится. И, как мы отметили, каждый драгоценный камень предположительно демонстрировал какое-либо свойство и достоинство Бога, выраженное в определенном имени или титуле Бога. Одновременно он также указывал и на человека. Каждый человек, искупленный Богом, он подобен Богу, рожденный от Бога, и является драгоценным камнем. Драгоценные камни – это образ, какой Бог, каковы его свойства и каковы его дети. Драгоценный Рубин демонстрировал свойства достоинства Бога в имени царя царей и Господа господствующих. Это согласно Равината. На одежде и на бедре его написано имя царь, царей и Господь господствующих. Откровение 19, 16. Это имя Бога говорит о том, что он является царем и Господом только тех святых, которые царствуют и господствуют над своим призванием, выраженным в первую очередь в своей личности. Иногда люди читают, что он царь царей, значит, он царь вот этих земных царей. Он не является царем президентов и царем там королей, он является царем только тех людей, которые стали царями, которые господствуют над собою. Вот о чем здесь говорится. Он царь, царей и Господь господствующих. Это указывает на тот фактор, что для того, чтобы быть поклонником Бога, необходимо обладать свойством и достоинством такого царя и такого господина, над которым мог бы царствовать Бог. Бог добровольно царствует над людьми, потому что они знают его законы. Исходя же из значения имени Рубима, как первенца, вырезанного на драгоценном камне Рубини, судного наперсника в первом ряду снизу, который является крепостью и начатком силы Божией, как верх достоинства, верх могущества Божия следует, что первый принцип, положенный в основании последующих принципов, это поклонение или же молитва, в которой мы, как святыня Господня, призваны представлять себя Богу в жертву живую, святую и благоугодную Богу для постоянной памяти пред Богом. Суть постоянной молитвы в значении имени Рубима состоит в том, что функции такого поклонения, призванные были выражаться в почтении Бога самим собою, как начатков, облеченных в достоинство десятин, то есть представлять самого себя как начаток и десятину Бога, в которых мы, чтобы служить постоянной памятью пред Богом, призваны отделять себя от мира, то есть десятина отделяется. Собственность Бога, святыня Бога отделяется. Мы призваны отделять себя от мира, от своего дома и от своей душевной жизни, точно так же, как мы отделяем наши начатки в формате десятин для Бога, чтобы отожеститься с ними. А такое осознанное и желанное освящение, обусловленное нашим отделением от всего того, что бросает вызов собственности Бога в лице нашего народа, нашего дома и наших желаний, призвано и может происходить не иначе, как только в сотрудничестве несения нашего креста с крестом крестовым. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Галатам 6.14. В противном случае, приношение самого себя как начатка в Богу, облеченными в формат десятин, не сможет рассматриваться почтением Бога и быть постоянной памятью пред Богом. Притча 3.9.10. «Чти Господа от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точилы Твои будут переливаться новым вином». Кажется, а при чем здесь притча? Это обыкновенное постановление о десятинах. Да нет, это не просто десятина. Здесь речь идет о нас с вами, а не о том, что здесь идет как раз, чтобы мы себя как десятина отделили в имении Господа, чтобы мы отделили себя как рабы Господни, потому что я раб Твой. Молитва, в которой человек не представляет себя Богу, в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения, является мерзостью и не может являться и рассматриваться поклонением. Потому что человек ищет не Бога и Его волю, содержащуюся в наследии нетленных сокровищ, которые он мог бы получить только в соработе своего креста с крестом крестовым, а личной выгоды и личного благословения для материального процветания вне соработы своего креста с крестом крестовым, как это искал Каин. Именно поэтому для обличения самого себя, достоинство поклонника, выражено в достоинстве драгоценного Рубина, с вырезанным на нем именем Рубима, необходимо пустить серебро своего спасения в оборот, поместив его в смерть Господа при заключении с Ним заветов крещения водою, эталоном и образом которого служат воды Ноя. Исайя 54, 8, 12 «В жару гнева я сокрыл от Тебя лицо Мое на время, но вечную милостью помилую Тебя, говорит Искупитель Твой Господь. Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на Тебя и не укорять Тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от Тебя. И завет Мира Моего не поколеблется, говорит «Милующий Тебя Господь». То есть он говорит это к тому человеку, который сделался живою жертвою и представил себя на алтаре Господнем, как десятину, отделил себя. Потому что, когда мы десятину отделяем, мы, возможно, этого не чувствуем. Но когда мы себя отделяем от своего народа, от своего дома и от своей жизни, то мы как живая жертва с содранной шкурой возлагаем себя на алтарь. И когда мы это делаем, то есть возлагаем, и тогда Бог видит вот этот грех. И, значит, прежде чем произойдет спасение, настоящее спасение, то что произойдет? Мы, когда помещаемся в смерти Господа, то в это время мы не испытаем в смерти Господа некое утешение и успокоение. Потому что мы постоянно будем чувствовать гнев Божий. Как мы говорили, это для меня как вода Ноя. Еще раз напомню, представьте себе весь земной шар покрытый водою. Четыре ветра небесных отпущены. Волны гуляют по всему лицу земли. Если здесь волны разбиваются берег и дальше не идут, в океане волны могут достигать до 30 метров выше Ною. Представьте, какие были волны, какой высоты, когда земля была под гневом, и воды потопа, и ветры Божии разливались. А теперь представьте небольшой ковчег, который носился на этих волнах, который постоянно был под водою, накрывался волнами. То есть он полностью носился, переворачивался, и все. И это не один день. Что должен был испытывать Иов, и животные, и его семья с ним? Они что, утешались? Нет, они, да, они еще не умерли, но они были под страхом смерти. Это был гнев Божий. Но гнев Божий изливался не на них, а на Христа. А они были во Христе. Они могли только отзвуки, но даже эти отзвуки были великим страданием, великим испытанием для каждого чада Божия. И поэтому Бог говорит, в жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время. В это время Бог отвернул свое лицо от своего сына. Вы помните, что он сказал на кресте? Боже мой, Боже! Для чего ты меня оставил? А теперь представьте себе, что те, которые в смерти Христа, они тоже оставлены. Раз Он оставлен и они. То есть, они чувствуют себя оставленными. Они чувствуют, что Бог отвернул от них лицо свое. Что Он не слышит их. Но они знают, что происходит. Что придет время, и Он обратится к ним. И вот, как Господь говорит о них. Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются. А милость моя не отступит от тебя и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная. Вот я положу камни твои на рубине. Видите, мы встречаемся с достоинством драгоценного рубина. Откуда он приходит? От того, что, будучи погруженными в смерть Христа, вы могли выстоять, дождаться Его воскресения, чтобы завоскреснуть с Ним. «И сделаю основание Твое из сапфиров, и сделаю окна Твои из рубинов, и камни из рубинов, и окна из рубинов, и ворота Твои из жемчужин». И это мы знаем, 12 драгоценных ворот этой жемчужин. «И всю ограду Твою из драгоценных камней». Поэтому из этого места Писания следует, чтобы мы, как поклонники Бога, могли бы обладать достоинством рубина, с вырезанным на нем именем Рувима, нам необходимо будет в смерти Христа быть погруженными в воды Ноя, которые демонстрировали жар гнева Божьего. Только тогда, когда Бог удовлетворит требования Своей святости в жаре Своего гнева над Сыном Своим Иисусом Христом, в Его смерти, которую Он заслонил нас с Собою, и в которую мы были погружены в крещение водою, достоинство рубина станет как основанием для нашего созидания в Боге, как Его поклонников, так и материалом для устройства наших окон, которые являются очами нашего сердца. Окна. Это очи нашего сердца, это не вот эти глаза, это образное мышление, которое мы сосредотачиваем на невидимом. Вот когда мы смотрим на невидимое, то Бог говорит, я сделаю окна твои из рубина. То есть, они будут в очах Господа драгоценны. И вы знаете, ни один ангел не имеет такие очи. Ни Серафимы, ни Херувимы не имеют таких очей, какие будут у детей Божиих. Когда мы придем туда, мы будем предметом восхищения для всех ангелов. Это Божьи слуги. Они будут с восхищением смотреть, потому что ни один ангел не был погружен в смерть Христа и не испытывал искупления. Да, они являются предметом Божьей милости. Все, все они обладают, то есть, являются предметом милости Божьей, сотворены по милости, но они не являются предметом искупления. И чтобы наши очи, наши окна были из рубина, нам надо постоянно взирать на невидимое, потому что видимое страшно. Видимое – наша старость, наши страхи, наши болезни, наши зависимости, наш позор, который мы часто переживаем. Мы сами себя осуждаем, говорим, все, я больше этого не буду, мы опять это делаем, и мы в ужасе думаем, когда же это пройдет. Это будет происходить, пока мы будем находиться в смерти Христа, пока нам нужно будет совреться ветхого человека с делами его. А потом, когда мы начнем облекаться в воскресенье, в это время наши окна уже должны быть из рубина, потому что наше мышление, которым мы смотрим, образное мышление, я сделаю окна твои из рубинов, и все ограду твою из драгоценных камней. То есть это будет очень славным явлением, и некоторые из нас уже его переживают. Что до меня, я уже не переживаю. Где-то есть, я переживаю одновременно, это не может, мы не можем забыть смерти Христа, мы постоянно ее вспоминаем, но практически у меня в сердце уже воскресенье, то есть я им уже облекаюсь, и не только я, но и вы, потому что перед тем, как церковь будет восхищена, она будет восхищена, облеченная в воскресенье, в нового человека. Бог восхитит только тех, кто облечется в нового человека. Кто не сможет этого сделать в силу невежества, или не захочет платить цену, потому что цена-то высока, тот, конечно, не будет и восхищен. От того, что я беру верою восхищение, так не берут его верою. Как вы верою берете восхищение? У вас должно быть свидетельство, что вы будете восхищены, а свидетельство, ваши окна, ваши окна должны быть из рубина, ваша ограда должна быть из драгоценных камней. У вас все это должно быть, ведь у вас должны быть вот эта шерсть, из которой сделана нить и золотая, и голубая, и червленая, и багряная. У вас суды на перстних должны быть очень прекрасны пред Богом. Поклонник и молитва. Вы знаете, как это Богом воспринимается? Когда мы, повинуясь заповедью Божией, смотрим на невидимое наследие во Христе Иисусе и с Иисусом, Бог получает возможность облечь очи нашего сердца в достоинство драгоценного рубина. Сердечный отчий поклонник, обладающий достоинством рубина, способный представлять полномочия Божия в имени царя, царя и Господа, господствующих, чтобы уславливаться в способности при поклонении представлять интересы и волю судов правды Божией. Бог насмотрелся на наши болезни и изнемог от сострадания и жалости, как если бы вы смотрели всю жизнь на вашего больного ребенка, который никак не может исцелиться и страдает, и мучается, и нет обезболивающих, потому что те страдания, которыми мы страдаем, на них нет обезболивающих. Здесь во плоти наши тела, иногда врачи имеют некоторые лекарства, которые могут нашу боль утолять, но во Христе Иисусе, когда мы находимся в Его смерти, там невозможно утолить боли. Боль Христа не была утолена, Он должен был испытать ее всю. Конечно, мы с вами не испытаем такой боли, которую испытал Христос, но находясь в нем, мы чувствуем жар этого гнева. Но жар гнева Божия прошел. Бог говорит, все, я больше не буду на вас гневаться, я забуду о моем гневе, и я не напомню его. Я начинаю по-новому смотреть на вас. Я готов вас облечь в воскресенье моего Сына, сделать вас драгоценными, так как мой Сын, потому что пришло время мертвых воскрешать и живых восхищать. Мы сейчас будем молиться и благодарить Бога, что мы находимся в этом удивительном времени, и что нам дана возможность совлечь ветхого человека с делами его, обновить свое мышление и облечься в нового человека, иметь судно на перстник, быть поклонником Бога и поклоняться ему в духе и истине. Аминь. Будем молиться, пожалуйста. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за действия Урима и Тумима. Ты посредством Урима сегодня показал нам, какими являются наши очи пред глазами Твоими, в очах Твоих, когда мы смотрим на невидимое. Тогда небеса преклоняются пред очами святых Твоих. Когда святые Твои называют несуществующие существующим, то красота драгоценного рубина делается верхом Твоего могущества, верхом Твоего начальства. И все ангелы Божии с восхищением смотрят на то, чего они никогда не видали и чего никогда никто им не говорил. Они познают премудрость Твою через детей Твоих, которые, находясь здесь во плоти, не могут еще увидеть физическими очами всей той славы, в которую Бог облег их внутреннего человека. Внутренний человек облечен в великую славу, но наше естество тленное не может этого видеть до определенного времени, пока мы не начнем облекать себя в это нетленное богатство, в это воскресение Христово. Воскресение Христово в нас может действовать только как плод Духа, который мы взрастили из семени, который мы приняли со слезами. Но пришло время, когда мы начнем радоваться, когда мы забудем скорби, потому что радость воскресения настолько заполонит наши сердца, настолько покроет все то, что мы перенесли и заплатили цену, что даже здесь на земле мы будем вспоминать это с улыбкой и скажем вместе с Сыном Твоим, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Мы назовем эти страдания прекрасными местами, потому что благодаря этих страданий Ты сделал окна наши из рубина, Ты сделал основание наше из рубина, Ты сделал ограду нашу из драгоценных камней. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего, сила Твоя великая, исцеляющая сила, сила воскресения, сила суда Твоего, да придет на церковь Твою, да совершит, владыка, суд свой над болезнями народа Своего, ибо это Твоя воля. Ты долго ждал, когда Ты ее совершишь. И вот пришло Твое время, и мы уразумели этот день искупления, когда Ты передаешь власть Своему народу над болезнями, над немощами, над демонами, когда Ты сделаешь его светом для народов, Благодарю Тебя, Отец, за малое стадо, частью которого я являюсь. Благодарю Тебя, что могу восхищаться Тобою, Твоим общением, и что оно является прерогативой моей и прерогативой народа Твоего. наше отношение с Тобою – это первая и первостепенная задача. Мы желаем общаться с Тобою, чтобы познавать Тебя, чтобы Твой Урим, Твое откровение могло сочетаться в границах Тумима, в границах истины, запечатленной в наших сердцах. Мы будем и далее исследовать свойства молитвы, которые являются ключом. Однажды Ты сказал Петру, «Я дам Тебе ключи Царства Небесного, и что Вы свяжете на земле, то к этому времени уже будет это связано на небесах. И что Вы разрешите на земле, то это к этому времени уже будет разрешено на небесах». Ты сегодня представил нам 12 ключей к 12 свойствам поклонника. И эти 12 свойств призваны будут открыть вход в Царство Небесное, в воскресенье, которым мы будем облекать себя. Поэтому я приготовил сердце мое и продолжаю приготовить его. Я постоянно размышляю об этом и вникаю в глубины, каким образом мы должны молиться. Что такое молитва? Что это за ключи, которые Ты нам дал? Почему мы их не имели или почему мы неправильно их использовали? Ведь многие ключи, которые мы думали, что не исключение, не были ключами, потому что Ты даешь это в своем порядке. Дети Твои не исследовали определение этих ключей и назначение их и думали, что они имеют их, в то время, когда они их не имели. Поэтому многие шумные собрания вынуждены будут обратиться в печаль, а многие плачущие или же немногие плачущие наоборот, возрадуются. Благодарю Тебя, Отец неба и земли, возродивший нас воскресеньем Иисуса Христа из мертвых купованию живому. Да будут благословены святые Твои отныне и вовеки, и мы будем поклоняться пред Тобою вовеки всегда. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила, и слава вовеки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.